Девушки отдыхают В новостях можно читать сообщения о каких-то происшествиях, очень серьезных, и понятное дело, что осень, сокращение светового дня, осадки, дождь, сырость, отсутствие освещения, да, все это усугубляет ситуацию. Я думаю, что сейчас у каждого водителя, наверное, должна быть какая-то большая настороженность по отношению к пешеходам. И ГИБДД нам говорит о том, что в эти дни осенние фиксируется в нашем городе увеличение числа наездов автомобилей на пешеходов. Вот буквально на прошлой неделе я наблюдал и карету скорой помощи, и автомобили ДПС возле своего дома. Там сбили пожилого мужчину, 72-летнего, если не ошибаюсь. Его увезли, соответственно, на скорой. И вот такие новости, они преследуют нас в эти дни. И буквально, ты как тоже водитель, я знаю, зачастую нервожно себя чувствуешь. Я вот уже рассказывала до эфира, что темнота просто невообразимая, правда, ничего не видно. Поэтому вот эта статистика печальна, она, к сожалению, ожидаема, скажем так. Если не ожидаема, то легко найдет свое объяснение. В общем, с представительницей ГИБДД после рекламной паузы мы поговорим на эту тему. Ну а что касается нашей первой темы, вот честно, Даш, я не думал, что мы снова будем это обсуждать. Казалось бы, вопрос уже абсолютно решенный. Все уже понятно, все уже сказано. Речь идет о том, что в нашем городе вновь объявлен конкурс на создание символики к юбилею. К 650-летию, которое будет отмечаться, как известно, в 2024 году. В мае, напоминаю, этого года власти региона нам сообщили о том, что символика, логотип этого юбилея, он уже готов. Там тоже проводился конкурс. Было, если не ошибаюсь, три десятка или больше работ было представлено. Графические дизайнеры, всевозможные специалисты из других регионов, в том числе люди участвовали, мы обсуждали это в нашем эфире. Мы это все обсуждали, мочалили, мусливали, я не знаю, вот опять. И было объявлено о том, что победил брендбок кировчанина по имени Алексей Кочкин, и что вот все уже вроде бы это реализовываться будет. Ну, мы помним, да? Ну, многие, по крайней мере, помнят то, что было представлено. Это центральный объект, собственно, этого логотипа. Это цифры 650-650-летие Кирова, такие вот закрученные. Много было шуток по поводу внешнего вида. Было много шуток, и было много уж критики такой, да, и цензурной, и нецензурной. Кто-то при виде этого логотипа вспомнил там женские прелести. Кто-то сказал, что это абсолютно не читается в названии города Кирова. Получается, не Киров, а Киров. И мы в программе «Народное мнение» тоже выходили и спрашивали прямо на улице мнение горожан, и показывал я лично этот логотип тем, кто еще не видел. И, насколько помню, мнения разделились примерно 50 на 50. Кому-то понравилось, ну, вот на таком, на эмоциональном чисто уровне, на уровне восприятия. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. И вот чем ближе непосредственно к этой дате, тем у нас задач появляется еще больше. Мы с Дашей, естественно, почитали положение об этом конкурсе, которое опубликовало правительство нашего региона. Ты знаешь, мне вспомнились какие-то многочисленные фильмы, где не очень умный и многословный начальник заказывает человеку творческому какую-то работу осуществить. И он формулирует то, что должно получиться в каких-то двух словах. Эх, чтоб там вот было мощно. Или чтоб там вот, чтоб все... Ну, тут у тебя нет, не цензурную лексику использовать мы не можем. Это как кнопка сделать хорошо. Да, и вот человек, он, да, рвет на себе волосы, хватается за голову, что же ему делать? Ну, что-то он там выдумывает. А тут, на мой взгляд, в этом положении вводных настолько много, что снова хватаешься за голову и не понимаешь, к чему все это и что должно в итоге получиться. Ну, вот, например, давай процитируем несколько пунктов требования к участникам этого конкурса, к той символике, которая должна быть в итоге, да. Концепция образа должна основываться на культурных, исторических и географических особенностях Кировской области. Географически меня тут особенно... А что? Ну, скажем так, Кировская область не отличается каким-то примечательным рельефом, скажем так. Гор у нас нет, моря у нас нет, у нет... То есть море изображать нельзя, например, да? Какую-то широкую реку, которую птица не перелетит, тоже вряд ли изобразишь. Что, я не знаю, Вятские холмы мы там изобразим. Все изображаемое должно быть легко узнаваемо и легко читаться, причем всеми категориями целевой аудитории. То есть от мала до велика, надо понимать, должно быть понятно, что, собственно, эта символика означает, так ведь? Да, и еще смотри, вот культурные, исторические, географические особенности, все это должно... все должно найти отражение, но при этом должно хорошо читаться. Какого размера должен быть логовик? Ну, там есть все-таки обязательный пункт о том, что то, что получится, оно хорошо должно восприниматься и в маленьком формате, в каком-то небольшом. Ну, например, вот на кружке, да, передо мной кружка стоит, если отобразить этот символ. И на большом билборде, установленном на улице города. И, кстати, подчеркивается в этих рекомендациях, что дату 650-650 лет в качестве центрального элемента этого изображения использовать не рекомендуется. То есть мы отходим, да, от этих цифр. Данил Мамин с нами на связи, член оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова, замглавы администрации города. Замглавы города просто. Замглавы города, да. Замглавы города, да. Замглавы города, заместитель Елены Васильевны, да. Похоже, это двоевластие, да. Да, Даниил, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Приветствуем вас. Сегодня говорим о новом конкурсе по созданию символики праздничной к юбилею, к 650-летию нашего города. Скажите, пожалуйста, почему все-таки было принято решение отойти вот от того решения, которое было принято и которое еще озвучено было в мае этого года? Почему заново решили провести этот конкурс? Какие цели преследуются? Да, раскрою, значит, все вопросики, которые у вас возникают. Первый момент... Ну, не все разом мы задавать будем, походу, да. Хорошо, хорошо, конечно. Почему отошли от решения, которое было принято по ранее проведенному конкурсу? Во-первых, конкурс был проведен в 2019 году, и мероприятие намечается на 2024 год. Вот за пять лет, вы, наверное, сами замечаете, что тенденции в графическом дизайне очень сильно меняются. Но мы не очень специалисты именно в изображении, да, мы все-таки на радио отводимся. Я понимаю, да. И поэтому одна из первых причин была в том, что решения, которые были предложены ранее, они сейчас менее актуальны. Сейчас другие тренды, совершенно другое, более упрощенное, более лаконичное видение символики. Это одна из причин, по которой было принято решение проведения нового конкурса. Кроме того, с точки зрения технического применения на разного рода продукции, те решения, которые предлагались ранее, они не очень удобны. То есть с точки зрения производства сувенирной продукции, да, какого-то там одежды, больших или малых форм в городе, созданных на основе вот этого изображения, нужно сделать более простые, более понятные, более, скажем так, технологичные графические решения. Вот в том числе и поэтому было принято решение сейчас провести новый конкурс. Разумеется, от предыдущих решений хотелось бы использовать некоторые смыслы, которые существовали, которые были заложены авторами ранее. Но именно графическое решение хочется более современное, более интересное, скажем так. Ну, я понимаю, что, возможно, вероятнее всего, да, вопрос не к вам, но все равно я не думаю, что состав администрации настолько сменился. Но просто интересно, в 2019 году не был очевиден этот факт, что через пять лет, возможно, что-то поменяет. Устаревшее будет решение, да. Устаревшее, да, будет. То есть почему тогда этот конкурс решили провести в 2019 году? Возможно, да, но, видите, мы не можем вперед парагнозировать, как может меняться так или иначе восприятие графических символов. Вот сейчас просто есть потребность в другом решении, участие в котором, в том числе, мы и хотим видеть от жителей нашего города. Если вы обратите внимание, то в положении существует понятие «брендированный образ». Да-да-да. Да, и я так понимаю, что вопрос, в том числе, у людей может по этому поводу возникнуть. Да, безусловно, да, простите, я сформулирую, чтобы слушателям было понятно. Все-таки, да, предмет-то, о чем мы говорим, что должно в итоге получиться? Это логотип, вроде как не логотип, не просто логотип, да. Символ, вроде как не символ, вроде шире должно быть, да. И вот как раз словосочетание брендированного образа, да, возникло. Да. Да, вот что это такое, да, поясните, пожалуйста. В любом случае, на выходе производства, скажем так, да, в пространство публичное, мы получаем некий логотип, то есть графический символ с текстовым обозначением самого события. Вот, но сам конкурс мы проводим на проект брендированного образа. То есть, о чем идет здесь речь? Любой человек, художник или активный человек, общественник, тот, кто неравнодушный человек, может принять участие в этом конкурсе с какой целью и с какими возможностями. Оргкомитет очень хочет увидеть разного рода идеи, которыми может быть наполнена, собственно говоря, символика нашего конкурса. Сам символика самого мероприятия. То есть, это может быть не только, как вот, на это был сделан акцент, на самом деле, в положении. Это может быть не только использование юбилейной даты 650 лет. Это может быть какая-то символика другого характера, да, отражающая особенности нашего региона. И с точки зрения исторической перспективы, и с точки зрения развития в будущем. Поэтому здесь не заканчивается вопрос именно логотипом, да, то есть написать слово. Кировск, к нему красиво пристроить там 650 набор цифр и на этом закончить. Нет, это немножко более такой богатый, хочется поймать. Это вот образ, который мог бы отражать, ну, нашу, скажем так, идентичность. А 650 решили убрать как раз с этой целью, чтобы можно было в дальнейшем использовать это просто как в целом, да, какой-то бренд города? А тут вот смотрите, интересная история. Во-первых, 650 лет из логотипа мероприятия не убирается. Просто на это сделана отсылка в положении именно с точки зрения того, чтобы не идти по пути использования основным элементом 650 лет. Вот 650 этой цифры. Хотелось бы увидеть какие-то другие более интересные решения, потому что, ну, это вот слишком явный и простой путь поставить цифру 650. Ну, на этом использование данного объекта графического, да, там, в 2025 году оно закончится. А так как на протяжении ряда мероприятий, будем говорить так, достаточно средства будут вложены и в продвижение бренда, скажем так, да, и в политику его узнаваемости в общественном пространстве, то хотелось бы, чтобы можно было сам по себе образ использовать и дальше, переводя его уже в сторону символики именно нашего города, нашего региона. Смотрите, Данила, да, вот мы еще смотрели требования с Владимиром к конкурсу, и, ну, такое ощущение, что их как-то многовато для бренда, который должен быть легко, читаем, потому что я вот сейчас смотрю на старый, да, ну, как старый, тот, который вроде бы как стал... Тот, который утверждали, но который перестал быть актуален. Я вот смотрю, да, вот это вот маленькое, маленькие цифры, и там и колесо обозрения, и драмтеатр, и ротонда. Ну, помнишь, мы раньше говорили об этом, там отображены основные три эпохи, да, в истории нашего города. То есть Хлын, Хлынов, Кремль, Вятка затем, и вот современные, да, промышленные. И вот требования, которые, концепция образа должна основываться на культурных, исторических, географических особенностях, всё это должно быть узнаваемо, кажется, что ведёт ровно вот к тому же самому, к попыткам художников запихнуть всё в один вот этот вот... То есть по хронологии, да, пойти, да. Культуру отразили, историю нужно отразить, ещё где-то географию подрисовать. Давайте я раскрою немножко технических особенностей. Ну, сам я там, не будем скрывать, 30 лет с графическим дизайном, но ты практически, вот. Вот, и когда решаются задачи, поставленные вот таким образом, решение выглядит следующим образом. Создаётся определённый знак, определённая форма, которая является базовой для... Ну, тот самый брендированный образ, который является базовой для мероприятия, либо для какого-то события, либо для той или иной задачи. То есть некий фундамент, да, на основе которого будет у нас, да. Да, но некое ядро, некое ядро. Оно будет, должно быть чёткое, понятное. Оно должно восприниматься легко и в малых формах, и в большом объёме. То есть, ну, условно говоря, мы сделали шариковые ручки, мы сделали бейсболки, и мы сделали баннер, там, 12 на 8 метров, и у нас это всё вместе узнаваемо, читаемо, и там смотрится красиво, композиционно и пропорционально. Вот это одна задача. Но когда мы должны наполнить вот этот образ смыслами, которые как раз описаны в том числе и в положении, те смыслы, которые мы хотим видеть, мы, это как мы, горожане, мы хотим видеть в символике юбилея много разных смыслов, они могут дополняться за счёт использования дополнительных объектов при оформлении тех или иных ситуаций, например. Это может быть дополнительный какой-то паттерн, то есть узор там, да, с набором изображений. Это могут быть какие-то элементы, которые при большом масштабе изображения мы можем разместить внутрь левоформления этого логотипа. И поэтому здесь как раз образ может работать как в единичном своём исполнении, так и в окружении каких-то других объектов. Ну, это понятно, с жителями Кирова, области, создать нечто такое, чтобы у нас с вами, у земляков наших вызывало какие-то ассоциации с историей города и так далее. Но вот ещё задача же, судя по положению, закладывается, чтобы и людей из других регионов привлекал этот символ, этот образ. И не просто он бы заинтересовывал уже тех людей, которые уже готовы к нам приехать сюда и что-то посмотреть, но ещё и побудить вообще людей с нуля, да, приехать в наш город. На мой взгляд, это очень сложная задача. Человеку из другого региона показать какое-то простое изображение, да, простое и понятное, которое бы сразу же побудило его побывать у нас здесь. Я вам, да, тут интересный вопрос. Просто я понимаю, что нарисовать там треугольник или там, ну, я по-простому скажу, там какой-то объект, и люди, увидев его, сказали, да, здорово, поехали смотреть, что же там у них происходит, непросто. Но здесь речь, наверное, идёт о другой истории. Когда мы создаём символику, которая находится там на острие графического дизайна, которая современная, легко узнаваемая, индивидуальная, уникальная для нас, то тем самым мы прежде всего показываем и направление развития нашего региона. То есть если мы делаем логотип там из 90-х годов, да, там на уровне студенческой работы там третьего курса, это одна история, и к нам отношения возникают соответствующие. Если мы делаем современный яркий красивый образ, то люди, вот именно увидев это графическое изображение, увидев его в применеемой продукции, уже начинают совершенно по-другому относиться и к нашему региону. Вот это как раз тот ответ на вопрос, который задаёте. Ещё вопрос немаловажный. Ну, проскочив эти все организационные процедуры, ну, мне кажется, в любом случае этот, да, этот логотип появится, да, этот бронзированный образ, что-то будет в любом случае. Как горожане, как кировчане его, где будут его видеть в области применения, вот в современном дизайнерском понимании? Это большие билборды на улицах, это, не знаю, какие-то маленькие логотипчики на сувенирной продукции, на автобусах, не знаю. Чтобы его в обыденную-то жизнь как-то ввести, а не только билборды к празднику. Да, конечно. Дело в том, что там... Почему и ставится очень такая, может быть, с одной стороны, непростая задача, но, с другой стороны, это является профессиональным стандартом для разработки любой символики. То есть мы говорим о применении данного изображения в любых возможных формах, размерах, соотношениях, пропорциях и композиционных решениях, в том числе и цветовых. Потому что данный логотип будет использоваться на протяжении празднования и на протяжении, как бы хотелось, после уже мероприятия на совершенно разной продукции. То есть, правильно вы говорите, это и оформление наружного города, это и сувенирная продукция для жителей и для приезжающих туристов. Равно так же символика юбилея может использоваться и на некоторых товарных группах, которые могут выпускаться нашими предприятиями, да, там, с целью повышения, в том числе и узнаваемости их на рынке. Вот, то есть спектр применения очень широк. Где непосредственно принимаются заявки от участников этого конкурса, можете пояснить? Потому что вот в официальном сообщении властей я не вижу этого. То есть, видимо, оргкомитет принимает эти заявки, да? Куда обращаться? Ну, принимают заявки оргкомитет, заявки можно высылать на адрес конкурс.киров650, собака, яндекс.х. Обязательно это должно быть юрлицо или это могут быть частные лица? Нет, мы же четко и проговариваем. То есть, здесь интересно участие как юридических лиц, так и физических лиц, в том числе, они совершенно не обязательно должны быть профессиональными художниками, дизайнерами. Почему и конкурс проводится именно на создании брендированного образа, в котором подразумевается графическое изображение в виде прототипа логотипа. Мы вполне понимаем, что хорошую интересную идею может создать, сгенерировать не только художник или дизайнер, да, это может быть, сейчас повторюсь, и общественник, или активист, или просто горожанин, которому, кировчанин, которому не все равно, да, на то, насколько красиво будет оформлен наш город. А уже впоследствии, уже впоследствии, по итогам этого конкурса, при необходимости, профессиональные графические дизайнеры доведут этот образ до как раз вот тех промышленных стандартов, используя которые мы можем логотипо применять во всех необходимых нам задачах. Спасибо большое. Данил Мамин с нами был, член оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова. Замглавы города. Не озвучили мы, да, некоторые еще организационные моменты, но их уже можно найти в интернете, на многих ресурсах они опубликованы, но все-таки, если вы впервые слышите эту информацию, то конкурс на создание символики к юбилею, к 650-летию города будет проводиться с 12 октября, то есть буквально накануне он стартовал, по 2 ноября будут приниматься заявки на участие, затем с 3 по 13 ноября экспертные жюри будут выбирать три лучших работы, они будут представлены на открытое городское голосование. То есть выбирать победителя будем все вместе мы с вами. То есть, видимо, какой-то опрос в интернете, да, на разных площадках будет организован. Ну, это как самый простой, самый доступный способ своего волеизъявления. А вот итоги конкурса и победителя, имя победителя, объявят уже 28 ноября. Буквально за месяц до Нового года. И призовой фонд предусмотрен, да, это все не так-то просто. Призовой фонд в размере 100 тысяч рублей. Видимо, победитель, он и получит эти деньги. У нас еще один, да, собеседник? Андрей Позняков с нами на связи, член правления Кировского регионального отделения Союза дизайнеров России. Андрей Васильевич, добрый день. Добрый день. Андрей Васильевич, ну вот сразу практически такой вопрос. Вы собираетесь поучаствовать в этом объявленном конкурсе, как профессионал, как дизайнер? Я пока еще, понятно, я еще пока не определился. Ну, дело в том, что если взять историю вопроса, мы еще, наша организация, Союза дизайнеров России, отделение Кирова, мы в 2020 году самостоятельно провели конкурс на предвиде, что нужен знак в любом случае будет. Мы провели конкурс «650-летие города Кирова знак», где участвовали как профессиональные дизайнеры-художники, так и студенты-дипломники профессиональных факультетов графического дизайна. Было на конкурс прислано около 40 работ, из которых там 3-4 работы были определены как победители, как лучшие. И уже где-то в прошлом году мы их представили на рассмотрение в городскую администрацию, областную. Эти знаки были, по ним была проведена какая-то работа, но, к сожалению, видимо, какие-то мнения, значит, не совсем было, видимо, удовлетворило. И поэтому я думаю, что вот этот новый конкурс зачем-то опять начинается, да. Хотя мы с администрацией ресурсами работаем давно. Но, на мой взгляд, которое положение, я вот недавно прочитал, оно немножко сырое, потому что понятие брендирования образа и графический символ, они немножко разные. То есть любой там маркетолог, кто занимается брендированием рекламы, скажет, что это вообще разные вещи абсолютно. Я говорю, если мы за последние 20 лет, жирных лет, не сделали положительный бренд образа Кирова, то за последний год создать что-то такое брендированный образ, то есть не совсем понятно. Плюс там в виде прототипа, логотип. Что это имеется в виду прототип? Ну, эскизик, мысль какая-то, что ли. То есть, на мой взгляд, не совсем прописан, значит, конкурс, положение, да. Вот. Далее, нужна определенная концепция празднования. То есть, как мы будем праздновать, как будем проводить праздник, основная идея, мероприятия, точки, что будет проходить, как, чтобы дизайнер, график мог уже адаптировать свой знак, идею знака в носителях. Мы просто так поняли, что этот знак планируется использовать и дальше, то есть не только во время празднования 650-летия. Ну, не акционируясь на 650-летии, да. Ну, тогда говорим брендирование и знак – это разные вещи. На мой взгляд, лучше, конечно, проводить, во-первых, среди профессионалов, а в положении там любой участник может проводить, вернее, участвовать в конкурсе. Ну, извините, значит, участие людей легкой и тяжелой машиностроения, пищевой промышленности, да, ну, как-то это не совсем правильно. То есть любой может прислать по черкушечку, вот, а что дальше с этим делать, никто не будет знать. Поэтому, мое мнение, нужно доработать, во-первых, конкурс, вернее, положение в конкурсе, да, куда включить какую-то определенную концепцию мероприятия. То есть, ну, как вот, например, мы же празднуем день рождения города, и здесь надо понимать, какая тема будет. Если, например, вы празднуете свой день рождения, либо вечеринку в стиле пионерии, да, и оформление, и мероприятие, песни и все прочее будет подтянуто к дню пионерии, там, да. Если вы, там, вечеринка в стиле, там, не знаю, андеграундных каких-то, там, рок-музыки, естественно, и оформление, и знак, и все будет притянуто к рок-музыке. А к чему будет притянуто 650-летие города Кирова? Ну, нарисуют дымковскую игрушку. Это просто 650-летие. Это не праздник дымковской игрушки. Вот, поэтому, я не знаю, можете, возможно, я и поучаствую, но надо бы мне как-то определиться вот с этим новым положением. Да, вы хотели бы получить более конкретные какие-то, да, вводные данные, вот то, о чем я говорил в самом начале, да. Сколько вешать в граммах, да. Большое спасибо. Спасибо вам, Андрей Васильевич. Андрей Позняков с нами был на связи, член правления Кировского регионального отделения Союза дизайнеров России. Даже не знаю, как тебе, но полчаса назад мне было мало понятно вот все, что затеяно, а сейчас мне вообще непонятно, к чему мы должны пришли, но это моя оценка, да. Я посмотрела, да, вот сейчас одним глазком глянула на бренды других городов, все очень лаконичненько. И очень просто сейчас будет реклама у нас, да. 12 часов 33 минуты, продолжается наша программа. Дарита Пузлеева, Владимир Сметанин. Важный очень момент, по-моему, не сказали, когда обсуждали вот этот конкурс на брендирование юбилея, к участию допускаются люди, которым уже 18 лет исполнилось. То есть совершеннолетние, увы, это не школьники, это не студенты, которые еще не достигли совершеннолетия, так что имейте в виду. Но еще раз повторюсь о том, что всю информацию в поисковой системе можно уже найти свободно в интернете. И, кстати, хочу раз еще озвучить вот это предложение, которое неоднократно я уже, по-моему, говорил в эфире, когда мы обсуждали все эти вопросы, связанные с юбилеем. Давайте сделаем сайт, посвященный 650-летию города, как это сделано уже во многих других городах, которые отпраздновали свои круглые даты, в том числе 800-летия, в том числе Нижнего. Был специальный сайт, посвященный этому. Такое ощущение, что 650-летие города пройдет настолько скромно, что никакой сайт нам не понадобится. Ну, хотя бы давайте мы будем готовиться с ощущением того, что мы делаем что-то такое большое, светлое, важное и нужное. Потому что вспомнив, Вов, несколько лет назад, какие были планы, сколько должны были выделять денег, канатные дороги, это, пятое, десятое. Оглубление реки Вятки. Я думала, что у нас вулкан построят рядом с городом, чтобы рельеф поинтереснее стал, но в итоге что мы получим? Ну, в итоге имеем то, что мы имеем, да. Пять минут у нас остается, и мы хотим, да, как и планировали, поговорить о дорожной ситуации в областном центре. Темно действительно на улицах нашего города по вечерам, и тем более по ночам, ну, не везде, конечно, но очень много таких участков. Да, и все это вот выливается в рост происшествий, дорожно-транспортных. У нас на связи Наталья Дегтярева, это начальник отделения пропаганды ГИБДД по городу Кирову. Наталья Анатольевна, приветствуем вас. Добрый день. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, действительно ли у нас ухудшение дорожной обстановки по части наездов на пешеходов, с чем это связано, какие основные причины госавтоинспекция усматривает, и еще раз не помешает, конечно же, напомнить участникам дорожного движения о том, как себя вести, чтобы не попадать в эти неприятные, инциденты. Пожалуйста. Да, действительно. В осенний период особую осторожность необходимо проявлять и водителям, и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман снижают видимость на дорогах. По статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Так, с начала осеннего периода на территории города Кирова произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 32 произошли в темное время суток, в которых 2 человека погибло, 32 получили травмы, в том числе 5 несовершеннолетних. 13 ДТП произошли по вине самих пешеходов, в которых 2 человека погибли, и 13 получили травмы. Как видим, большинство ДТП с пешеходами происходит в темное время суток. Из-за потока встречного транспорта в темное время перед пешеходными переходами увидеть пешехода на проезжей части, одетого в темную одежду, практически невозможно. При этом в большинстве случаев на одежде пешеходов отсутствуют световозвращающие элементы. Рекомендуем использовать светоотражающие элементы, которые сделают заметными пешеходов для водителей. А также необходимо обратить внимание на недопустимость появления на проезжей части пешеходов в неустановленных местах. Прежде чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, необходимо убедиться, что водители вас видят и пропускают. Конечно же, мы и главным образом и рекомендуем и водителям соблюдать скоростной режим, интервал и дистанцию до впереди идущего транспорта, воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд, быть осторожными, особенно осторожными, при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить переходящих в проезжую часть или вступивших на проезжую часть пешеходов для осуществления перехода. Наталья Анатольевна, смотрите, понятно, что ГИБДД ведет работу в этом направлении, но тем не менее пешеходные переходы я на память вспомню только один, который освещен так, что людей, которые не только вышли на проезжую часть, но и стоят на обочине, их видно. И вот этот пешеходный переход, и там уже неважно, в черной одежде человек со светоотражающими элементами, без них, в желтой он куртке, в черной, его видно. Его видно просто потому, что там много света, и самое главное, что его видно на подходе к пешеходному переходу, а не тогда, когда он уже посередине. Вот можно ли в этом направлении вести работу ГИБДД совместно с администрацией города? Это уничтожение уровня освещенности, да, ты имеешь в виду это? Да, одной из основных сопутствующих причин в данных ДТП, это, конечно, с учетом погодных условий при наступлении осеннего периода, является плохая видимость участников дорожного движения, которая напрямую зависит от уровня освещенности элементов уличной дорожной сети. Сотрудниками ГИБДД за период с конца августа по настоящее время проведена проверка более 300 пешеходных переходов на предмет соответствия уровня освещенности требованиям нормативных документов. Уровень освещенности в большинстве, конечно, случаев не соответствует требованиям нормативных документов. А в большинстве можно, Наталья Анатольевна, чуть-чуть поподробнее? В большинстве случаев это более 50%. По данному факту, конечно же, сотрудниками госавтоинспекции в адрес администрации города Кирова направлены информационные письма, а также составлены административные материалы по фактам выявленных недостатков. Ну, владелец, да, собственно? Владелец уличной дорожной сети города Кирова. Муниципалитет администрации, да. Вопросы к администрации, да. Мы знаем, что госавтоинспекция старается тщательно следить за этими моментами, да. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. Наталья Дегтярева с нами была на связи. Начальник отделения... Желаю всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными. Спасибо большое, начальник отделения пропаганды ГИБДД по городу Кирова. Ну, вот по официальным данным, видишь, 50% пешеходных переходов не соответствует, но я бы сказала, что 90%, потому что вот те 50%, которые соответствуют, якобы... Ну, ты судишь по тем маршрутам, которыми ты пользуешься, да, в обыденной жизни, собственно, где ты бываешь. Да. То есть даже те... Специально не объезжаешь, весь город, чтобы оценить... Даже те пешеходные переходы, вот где нормально освещена сама проезжая часть, есть вот эти вот черные островки под фонарями, под знаками самими пешеходного перехода, и вот там людей не видно вообще совершенно, сколько их там стоят. Стоят они там, не стоят, готовятся они перейти дорогу, нет там никого. Вот эта зона, она выпадает. Соответственно, ты человека видишь, когда он уже ступил на проезжую часть, и это уже в потоке машин, ну, поздновато. Ну, вы смотрели, какая еще скорость, да, собственно, какие конкретные дорожные условия, ну, пока еще не зима, пока льда нет. Вот какие бы ни были, мне кажется, что если мы говорим о хорошем, грамотном и безопасном освещении пешеходных переходов, то фонарь должен бить не только на зебру, но и чуть-чуть в бока. На территорию, которая окружает непосредственно часть этого города. Ну, потому что в конце концов, смотри, ведь у нас даже ПДД предусматривают, что пешеход должен подойти и убедиться в безопасности. Соответственно, водитель должен, как минимум, увидеть этого пешехода, чтобы дать ему возможность ступить на проезжую часть. Безусловно, к теме еще будем возвращаться. К этой спасибо представительнице ГИБДД за этот комментарий. На этом сегодняшнюю программу мы завершаем. Дарья Тупузлеева, Владимир Сементанин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин